Вы сейчас вспомнили о том, как сейчас на линии фронта мы заменяем недостающие артиллерийские снаряды, заменяем дронами. Этому, кстати, посвящена большая статья в политик, а я специально перевела ее, когда готовилась к интервью с вами, бригадного генерала армии США в отставке Марка Кимета, который также занимал должность помощника госсекретаря США по авианополитическим вопросам. И он назвал эту статью «точечная война по дешевке», где он написал о том, что теперь в современном мире поле боя стало прозрачным, боеголовки более точными, а оружие очень дешевым. И он читает, что это такие серьезные изменения в военном деле. Эта статья там, и он дальше разбирает это в деталях. Вот если можно, я хотела бы попросить вас тоже немного об этом поговорить, потому что это ведь тоже интересно, потому что вот вы сказали, что война 22-го серьезно отличается от войны 24-го. И вот в этом смысле, когда мы слышим, что нам не хватает снарядов, то нам кажется, что мы возвращаемся в какой-то 2022 год, когда у нас тогда тоже много чего не хватало, когда у нас там был, я не знаю, один снаряд против десяти российских. И вот как сейчас выглядит эта ситуация? Считаете ли вы, что вот это вот понимание, так оно и есть, который за бригадный генерал? Я скажу, что вот эта статья американского генерала, один в один повторяет статью бывшего начальника генерального штаба российского, забыл его имя, фамилию. То есть военные начали понимать то, о чем мы с вами говорили, говорили ли мы на протяжении двух лет почти. Вот это начало понимание, начало осязание того, тех революционных изменений, которые будут проходить как в военно-техническом, как так и в военно-тактическом отношении. Сейчас вообще вот как бы было такое понятие, как туман войны. Это немецкий военный теоретик писал в девятнадцатом веке Кляншниц. Сейчас нет абсолютно тумана войны. Вот сейчас огромная проблема, на каком-либо участке ввести дополнительные силы в составе руки. Идет разведка со спутника, стратегическая, идет оперативно-тактическая, естественно, беспилотников. И разведка поля боя со стороны ФИФИБИ-дрона. Это уже тактический уровень, когда командир Ротова смотрит, что перед ним. В таких условиях обычный вид боевой деятельности это абсолютно не подходит. В военном деле революция. Я поэтому сказал, что конец 2024 года будет немножко другим. И эта революция происходит как в военно-тактическом отношении, когда люди понимают, что нужно воевать по-другому. А также происходит военно-технологичность. Скажем, вот, может, вы вспомните, я говорил, что система радиоэлектронной борьбы обеспечивает эффективность на 30-40%. Помнишь, я верю? Конечно, помню. Почему? Установили новую программу, дрон Камикадзе стал сам различать цели. И все. Ну, хоть облучайте его, хоть десятки с РСФБ. То есть вот этот технологический прогресс, он на наших глазах. И он будет продолжаться, он не будет останавливаться. Вы уже влияете на военную науку. Американцы потратили 2 миллиарда долларов на программу ФАРА. Это программа скоростного разведки ударного вертолета. Американцы поняли, что этот вертолет уже не нужен на поле боя. Они остановили эту программу, хотя потратили 2 миллиарда. Потому что дроны заменили уже это, да? Конечно, конечно. Кому нужен разведительный ударный вертолет, работу которого делают обычные дроны. Италия начала проектирование боевой техники будущего, которая сможет воевать на поле боя. То есть вот все будет меняться, вот вся эта, вот происходит революция. И очень сложно предсказать, к чему он придет к началу 2024 года. Что касается артиллерийских боеприпасов, нет. Вы знаете, возможно, возможно, вот тот миллион беспилотников. Я вообще вам предлагаю не особенно надеяться на артиллерийские снаряды от ваших партнеров. Там бюрократия, там различные политические игры. Будет хорошо. А не будет, вот в миллиону постарайтесь два. Вот сделайте 2 миллиона дронов, в том числе, которые работают на дальние расстояния. И вы их очень сильно бьете в уязвимые места. Уничтожательности, перерабатывающие заводы, там газовые структуры. Вот будет миллион-полтора дронов. Это тот военно-экономический ущерб вместе, параллельно с усилением санкционного механизма. Хотя бы пускай это добро для вас сделано. Я думаю, что Россия встанет на пути экономического краха. И, возможно, это ее подтолкнет на то, чтобы она стала ползать с вашей земли. Это было в их истории, давайте вспоминать, период после Первой мировой войны. Именно экономический крах привел к тому, что Россия стала отползать, и там произошла революция. Я думаю, что уже никому в голове не осталось уже тех мыслей, что Крым возьмем, там все земли освободим. Людским ресурсом, парадигмой обычных военных действий. Возможно, вы и возьмете, но вы останетесь без мужского населения. И вот как раз-таки вот новое мышление новых военных, я возлагаю серьезные надежды на них. Я думаю, что вам помогут. Безболезненно для себя истощить страну, которая в три-четыре раза сильнее вас. А будут снаряды, снаряды, ну окей, спасибо. Будем бить сильнее. А вы должны научиться. Вот именно дроны Камикадзе и средства противодействия дронам. Потому что ваш противник также использует дроны. Да, он еще не смог выйти на тот уровень, который применяете вы, но он сможет выйти на этот уровень. Поэтому антидроновые средства, я уже вижу, два спарринга Браунинга на линии фронта. Вы свои САО с опровождением Хаммеров с пулеметом, вы начали к этому идти. Нужно усиливаться. Нужно усиливаться, чтобы вы смогли держать фронт от дронов Камикадзе. И развивать свои дроны Камикадзе. Я думаю, что я возьму на себя смелость заявить, что я часто оказывался прав насчет тактики и стратегии противодействия вашему противнику. Я окажусь правым играми и в этом. Агиль, может быть, вам покажется странный мой вопрос, но тем не менее я задам его. Вот очень интересно, сейчас вы говорили о том, как и мы, и противник учимся, адаптируемся. И это происходит очень быстро. Если посмотреть на армии стран НАТО, то у них нет такой практики. Ну, прямо скажем. У них несколько другие. Другой опыт других войн, я бы так сказала. Да. И в этом смысле вот эти разговоры, которые сейчас появились в Европе, и они звучат от руководителей многих стран, от представителей НАТО, о том, что нужно готовиться к большой войне с Россией условно. Это признание вот того, о чем вы говорите, что сейчас, по большому счету, прямо здесь и сейчас, в этой кровопролитной войне, формируется украинская армия, сильная, другая, адаптивная, гибкая. Может быть, еще частично советская, но уже вынужденная меняться. И российская, которая точно, наверное, еще советская, но все равно адаптивная, все равно набирающая обороты. И в этом смысле считаете ли вы, что вот уже считается угроза происходящего, что она становится понятна именно в этом контексте, что нужно совершенно менять там и армии, и вот страна-то, и многое-многое другое. То есть не просто о перевооружении здесь речь идет, а вот о другом. Я не знаю, насколько этот вопрос корректен, но почему-то вот слушая вас, я подумала. Очень корректный вопрос, Людмила. Я неоднократно заявлял, что опыт войны НАТО – это совсем другой опыт. Они набрасывались на слабые страны в количестве 20-30 стран. Хорошо, я вам открою момент из своего прошлого, из своей службы. Я имел отношение к планированию военных операций и как-то столкнулся с планированием НАТО, офицеров НАТО. Вот я для примера вам скажу. У них на карте, скажем, к примеру, к примеру, Одессскую область защищал один зенитно-ракетный комплекс ОСА. Малой дальности 10 километров. Ну, мы там курили, я говорю, ребята, вычеркнулись. Вы думаете, что такую АТОСскую область прикрывает один зенитно-ракетный комплекс малой дальности? Ну, там был один умный парень, он сказал, что мы со слабыми странами воюем, мы так привыкли. Вот ущербность ихней военной науки. Они, ихняя военная мысль из-за того, что они последние 20 лет не воевали большими конфиденциальными войнами, а проводили почти антитеррористические операции, их военно-техническая мысль, их военная наука пошла в другом направлении. И я еще раз заявляю, именно очень жаль, что военные и политики на Западе стали это понимать сейчас. Хотя не все это аж помнили, но как бы прогрессивные начали понимать. Это дорого обошлось Украине. Ну, вместе с этим я хотел бы добавить, я не знаю вообще нюансов, может быть, оперативный замысел как бы совсем другой. Я не совсем понял идею создания отдельных сил дронов. Да, вот сейчас создан пол. Это интересно, это мой следующий вопрос. Если бы это делал бы я, я у вас развивал идею разведки ударных бригад. Когда командир на поле боя, в зависимости от цели, ставит задачу, скажем, артиллерии, ударным дронам, скажем, другим средствам поражения. А отдельные дроны, если это как бы только на дальнем расстоянии, как бы как стратегическая авиация это создается, то окей. Но, скажем, рота воюет, там и два-три совсем других родов войск. Это серьезно помешает, как координации, так и взаимодействия. Да, вот я бы сделал это на базе разведки ударных бригад, которые у вас формируются и показывают очень хороший опыт. Ну, военная мысль развивается. Вот вы начали показывать гибкость. Я смог принести свою мысль? Да, конечно. Вот именно военный консерватизм мешал вам проявлять гибкость, начать меняться. Вы еще увидите скачок, увидите.